Сообщество путешественников Турбина представляет проект «Мир без виз» «Вокруг света» с Валерием Шаниным. Путешествие по Таиланду, Лаосу и Вьетнаму стало очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. В поездке по Индокитаю его попутчицами стали Светлана Шанина и Оксана Стародецкая. Индокитай. Сезон дождей. Путешествие начинается в Бангкоке. По самой банальной причине. В этом городе находится крупнейший аэропорт Индокитая. Лететь сюда из Москвы дешевле, чем в Лаос или Вьетнам. Буддизм — государственная религия Таиланда. Король считается главой всех тайских буддистов. А самая почитаемая буддистская реликвия «Изумрудный Будда» хранится на территории Королевского дворца в монастыре Ват Пракео. Туристам вход открыт. Нужно только соблюдать дресс-код. Никаких шорт, футболок без рукавов и коротких юбок. Плечи и колени должны быть закрыты. Ну что, сейчас вот день-нибудь нужно прийти, посетить храм Будды. На территории Ват Пракео можно увидеть модель знаменитого камбоджийского храма Ангкор-Ват. Ступы, храмы, скульптуры. Фрески с изображениями эпизодов индийского эпоса Ромаэна. Монастырь строился по строгим тайским канонам. А при возведении Королевского дворца архитекторы свободно сочетали элементы национальной и европейской архитектуры. Получилось что-то совсем ни на что не похожее. Если изумрудного Будду снимать нельзя, то лежащего Будду в соседнем монастыре Ват По фотографировать не запрещают. Этим туристы и занимаются. Сами же тайцы приходят в храм для того, чтобы улучшить карму. Один из способов – денежное пожертвование. Но нельзя просто положить деньги в банку для сбора подаяний. Вначале крупные банкноты нужно разменять. Для буддистов размер имеет значение. Чем больше статуя Будды или ступа, тем с большим почтением к ним относятся. Можно пойти и другим путем. Например, удивить не размером статуй, а их количеством. Так появляются в местных храмах сотни сделанных под копирку Будд. Сравнительно маленьких, но сразу много. В монастыре Ват По легко заблудиться среди внутренних дворов, ступ и храмов. Везде вход открыт. Но заходить можно только босиком, оставив обувь при входе. А сидеть приходится прямо на полу. Переправившись через реку Чао Прая, путешественники попали в Ват Арун. И сразу же поднялись на его главную ступу. Сверху видны крыши монастыря и курсирующие по реке кораблики. Чао Прая – это прекрасная альтернатива вечно загруженным чадящим транспортам улицам Бангкока. По реке снуют речные трамвайчики, туристические суда, прогулочные лодки, баржи. А по берегам тянутся бесчисленные храмы и монастыри. Водная прогулка – это прекрасная возможность всего за пару часов, не сильно напрягаясь, составить общее представление о современной столице Таиланда. Пора отправляться дальше. В одну из старых столиц страны – Лаббури. Лаббури называют городом обезьян. Макаки оккупировали руины Пранг Сам Йод. Они ведут себя так уверенно, будто именно им и принадлежит древний храм. В расположенном прямо напротив храме Саран Пракарн обезьян еще больше. Еще бы, тут для них создали все условия. Еды много. И есть где освежиться в жаркий день. В середине 17 века Лаббури был столицей Таиланда. С тех пор в городе сохранилось много полуразрушенных зданий. Чем дальше они от центра, тем меньше в них обезьян. Это Лаббури. Если бы не было обезьян, было бы самым классом 1-1. Через Лаббури проходит железнодорожная ветка, связывающая Бангкок с севером Таиланда. В поездах-экспрессах есть вагоны только второго класса, с кондиционированным воздухом и самолетными креслами. В вагоне прохладно, за окном светит солнце. На небе не облачко. И это в самый разгар дождливого сезона. Однако видно, что дожди, причем очень сильные, были здесь буквально недавно. Вода вплотную подступила к железнодорожному полотну. Стоит ее уровню подняться еще на пару сантиметров, и рельсов совсем видно не будет. В городе Пиццанулок на берегу реки Нан стоит ват Пхра-Сиротана-Махатхат. Или просто ват-Яй. В нем хранится бронзовое извояние Будды – Будда-Чинарат. Тайцы считают эту позолоченную статую третьей по значимости реликвии страны. В храме, где она установлена, всегда много паломников. Кто молится, кто медитирует, кто гадает, кто фотографирует. Вообще-то фотографироваться спиной к Будде – кощунство. Но монахи уже устали это объяснять и смирились. Просят только не позировать стоя, чтобы не закрывать своим смертным телом бессмертный лик просветленного. Ну как автостоп? Супер. Первый опыт в этом путешествии. В начале восьмого века тайский князь Банг Клангхао воспользовался ослаблением империи Кхмеров и провозгласил себя королем. Он стал основоположником первой тайской королевской династии, а Сукхатай – колыбелью сиамской цивилизации, отцом городов тайских. Руины храмов и монастырей разбросаны на такой большой территории, что обойти их пешком нереально. Можно арендовать стук-тук или мотобайк. Но самый подходящий вид транспорта – велосипед. Самый величественный монастырь Сукхатая – Ват Махатхат, который был частью комплекса королевского дворца. Сохранилось основание храма со статуей сидящего Будды и центральная ступа Чеди с вершиной в виде бутона лотоса. Основание ступы украшено изображением чимно-шествующих монахов. С первых дней существования тайского королевства государственной религией стал буддизм. Но одновременно с ним сохранились и древние анимистические верования. Короли молились одновременно и Будде, и духам, и богам. Религиозный синкретизм и веротерпимость характерны для Таиланда и сейчас. Наряду с гигантскими храмами, ступами и статуями Будды есть и совсем маленькие, но популярные у паломников языческие святилища. Например, посвященные индуистскому богу Шива, вернее, его фалосу. В проекте «Мир без виз» есть принцип «Каждая ночь на новом месте». Значит, вновь пора в путь. На Тук-Туке добрались до автовокзала. И сели в автобус, чтобы уже к вечеру попасть в Чангмай. Чангмай – столица Северного Таиланда, город монастырей и храмов. Важная, а для многих и единственная задача во время посещения буддистского святилища – подношение Будде. Делается это строго в соответствии с принятыми правилами. Например, деньги не принято складывать в ящик. Их развешивают на всеобщее обозрение на специальном денежном дереве, напоминающем разукрашенную новогоднюю елку. Если денег нет, то можно ограничиться сладостями и цветами. Все подношения складываются перед статуями Будды или портретами особо почитаемых настоятелей монастыря. В храмы приходит пообщаться с монахами, попросить совета или помощи в духовных и мирских делах. Или просто посидеть молча в тишине в медитации. Гигантская ступа монастыря Ват-Чи-Ди-Луанг была построена в 1441 году. Будда здесь представлен во всех видах – и лежащий, и сидящий. А одна статуя, кажется, попала сюда из Китая, настолько это упитанный и веселый Будда. В основанном в 1345 году монастыре Ват-Пхра-Синг хранится позолоченная статуя Будды. Будда-Пхра-Синг – вторая по значимости буддистская реликвия Таиланда. В храме всегда многолюдно. Сюда приходят паломники с цветами и подношениями. Здесь устраивают торжественные церемонии и дебаты, на которые съезжаются авторитетные буддисты со всей страны. Самые заслуженные монахи удостаиваются высокой чести. Их статуи отливают из бронзы и покрывают тонкими золотыми пластинками. А недавно научились делать и восковые копии, которые вообще как живые. От оригинала не отличишь. Ват-Суан-Док находится уже за пределами городских стен. Его название в приблизительном переводе означает «поле цветов». Главный храм поражает своими гигантскими размерами. Он самый большой в Чианг-Мае. Монастырь Ват-Чи-Йод или храм с семью шпилями также находится за пределами старого города. Именно здесь в 1977 году проходил Всемирный форум буддистов. И сейчас жизнь кипит. Паломники экспериментируют с поющим гонгом. А монахи нараспев читают заученные наизусть буддистские сутры. Паломников в Чианг-Мае много, но еще больше здесь туристов. Поэтому производство и продажа сувениров стали чуть ли не главными занятиями местных жителей. Ювелирный магазин, похожий на крытый рынок размером с футбольное поле, официально считается крупнейшим в мире. В дополнение к шелковым и хлопчатобумажным тканям здесь освоили производство и ткани из стеблей лотоса. Из них вытягивают длинные нити и заряжают их в ткацкие станки. Солнцезащитные зонты делают в полном соответствии с традиционной технологией из дерева, шелка или вощеной бумаги. Расцветки самые разные, но обязательно яркие и нарядные. Пора ехать дальше. Оксана Стародетская предпочла остаться в Таиланде. А Валерий и Светлана Шаниной отправились в Лаос. По пути к границе сделали краткую остановку в Чанграе, чтобы побывать на горе Чонтхонг. На трех уровнях концентрическими кругами расставили 108 каменных фалосов. Святилище пользуется огромной популярностью у женщин. Говорят, если здесь помолиться, одинокая девушка сразу же найдет жениха, а замужняя родит ребенка. Из Чанграя Валерий и Светлана отправляются на автобусе в городок Чангхонг. Затем уже на Туктуке доезжают до пограничного перехода. И на лодке переправляются через Меконг, по которому проходят границы Таиланда и Лаоса. Успели вовремя. Как раз к отправлению автобуса в Луанг-Пхабанг. Ехать придется всю ночь. Луанг-Пхабанг был столицей одноименного королевства. После победы социализма и свержения монархии построенный французами королевский дворец реквизировали. Позднее в нем открылся национальный музей. В комплекс королевского дворца входит несколько зданий, храм и искусственный пруд. В Луанг-Пхабанге сохранилось свыше 30 древних монастырей. По ним можно ходить и день, и два. Но путешественники предпочли отправиться к водопаду Таце. Вначале на маршрутке, а затем на моторной лодке по реке Намхан. Водопад Таце — это не просто водопад, один из многих, а сложная система каскадов и проток. Все это заросло лесом. Даже трудно представить общий вид этого удивительного природного образования. Куда ни посмотришь, повсюду вода. Она льется, падает, несется, журчит. Когда от всего этого многообразия уже голова идет кругом, самое время искупаться. Для погонщиков мытье животных — работа, а для туристов — развлечение. Пора отправляться в обратный путь. Только на лодке отсюда и можно выбраться. С каждым годом в Луанг-Пхабанг приезжает все больше и больше туристов. В 2000 году здесь не было ни одного лотка с сувенирами. Сейчас примыкающая к Королевскому дворцу часть центральной улицы по вечерам закрывается для транспорта и превращается в туристический рынок. Уличные кухни также рассчитаны исключительно на туристов. Продают традиционные лаосские блюда. Выловленные в реке и пожаренную на гриле рыбу, лапшу, жареные овощи. Есть и привычные европейцам сэндвичи. Не зря же колонизаторы научили лаосцев выпекать французские булки. В Лаосе железной дороги нет. Путешествовать по стране можно только автомобильным транспортом. Шоссейных дорог мало и все они сильно загружены. Стоит сойти очередному оползню и сразу же образуется затор. Грузовики, автобусы и легковые машины вытягиваются в длинную цепочку. Лаосцы уже привыкли к ежегодной напасти и спокойно относятся к вынужденным задержкам. Вызванные по тревоге дорожные рабочие подгоняют в тяжелую строительную технику. Работа спорится. Но и пяти экскаваторам не под силу расчистить шоссе в одночасье. Те, кому ждать совсем не втерпешь, идут обходным путем по узкой крутой тропе. Наконец, движение восстановлено. По какой-то странной логике, вначале пропускают в тяжелые грузовики. И только уже поздно ночью доходит очередь до автобусов и маршруток. В Хансаван путешественники приехали на 12 часов позднее, чем планировали. И сразу попали на церемонию утреннего сбора подаяний. Буддистские монахи, как и в Таиланде, так и в Лаосе, каждое утро обходят окрестности, чтобы местные жители имели возможность одарить их хлебом насущным. Накормить монаха – дело важное и богоугодное. Монахи приходят за подаянием только один раз в день, рано утром. С полными котелками они вернутся в монастырь, отслужат утреннюю службу и позавтракают. Часть еды оставят на обед. Во второй половине дня, в соответствии со строгими монастырскими правилами, есть не положено. Так и живут они день за днем, не заботясь о хлебе насущном. Все мысли только о духовном самоусовершенствовании. Ну, по крайней мере, так должно быть. В долине кувшинов в полном беспорядке разбросаны тысячи каменных горшков и ваз размером до трех метров в диаметре и весом до шести тонн. Сделаны они примерно в одно время – полторы-две тысячи лет назад. Но с какой именно целью до сих пор неизвестно. Археологи выдвигают разные версии. Одни считают, что в каменных сосудах хранили зерно. Другие полагают, что их использовали как погребальные урны. Впрочем, ни зерна, ни человеческих костей ни в одном кувшине не нашли. Загадка их предназначения остается. Во время Вьетнамской войны американцы сбросили на лаосскую провинцию Сингхуанг больше бомб, чем на всю Европу во Второй мировой. В Сингхуанге чудом сохранились только одна старая кирпичная ступа и колонны древнего храма. Но, как говорится, нет худа без добра. Американские летчики обеспечили местных кузнецов железом на сто лет вперед. В Хон Саванне Валерий и Светлана завершили путешествие по Лаосу и отправились в следующую страну – Вьетнам. Ехать пришлось под дождем. Он сопровождал путешественников на протяжении всего пути к вьетнамской границе, а затем через Винь в Ханой и дальше в бухту Халонг. Прогулка на туристическом судне – не самый лучший, но самый простой и дешевый способ посещения бухты Халонг. Туристов возят на деревянных судах, построенных в традиционном вьетнамском стиле. На нижней палубе – каюты, на верхний – ресторан. На крыше в хорошую погоду можно загорать. Еще у нас единственных нет спасательной лодки, вот такой, как у всех. В самые потаенные уголки бухты большое судно зайти не может. Приходится пересаживаться в лодку. Только на ней и удается протиснуться в дыру в скале, чтобы попасть в закрытую со всех сторон бухточку. Там можно искупаться. Или помахать веслами. Для местных жителей гребля – не развлечение, а суровая проза жизни. Ведь живут они не на земле, а в плавающих домах или прямо в лодках. Питаются выращенной в садках рыбой, а на карманные расходы зарабатывают обслуживанием туристов. Пещера Тхиан-Кунг, или Небесная обитель, открыта сравнительно недавно. И стены, и потолок пещеры подсвечены сотнями скрытых от глаз прожекторов. В томом центре пещеры сидит сотрудница и с увлечением читает газету, не обращая никакого внимания на отражающийся от стен гул сотен голосов. Озеро Хуан-Кьем – духовный центр Ханое. Старинная легенда гласит, что однажды некий Лилой ловил здесь рыбу и увидел, как мимо проплывает гигантская черепаха, на панцире которой лежит меч. Рыбак тут же схватил свалившийся с неба подарок и его сразу потянуло на подвиги. С помощью чудесного меча Лилой победил в очередной раз напавших на Вьетнам китайских агрессоров и стал национальным героем. После победы Лилой вернулся на озеро, чтобы отблагодарить духов за помощь, и случайно уронил меч в воду. Найти его не смогли, сколько не пытались. Как пришло, так и ушло. И озеро стало называться Озером Возвращенного меча, или по-вьетнамски Хуан-Кьем. Эта легенда зародилась в 15 веке. С тех пор ее передавали из уст в уста. Меча так никто и не нашел. А черепаху, как полагают, ту самую, поймали и заперли в стеклянном саркофаге в храме Нефритовой горы. Ей поклоняются наряду с китайскими богами и духами предков. Впрочем, во дворе храма народу больше, чем внутри него. Игра в шашки увлекает вьетнамцев не меньше, чем богоугодные церемонии. Храм литературы был основан в 1076 году и посвящен Конфуцию. В нем открылся первый во Вьетнаме университет. Принимали по результатам экзаменов и бесплатно учили от 3 до 7 лет. Студенты изучали труды Конфуция и китайскую классическую литературу. Успешно сдавшие выпускные экзамены получали степень доктора литературы. Их имена выгравированы на каменных стенах. Большинство вьетнамцев считают себя буддистами. Но буддизм здесь свой, особый. Смесь классического буддизма Махаяны с культом предков, даосизмом и конфуцианством. Алтарей много, и перед каждым выложены подношения. Есть в Ханое и собственный бог. Вернее, дух покровитель, но очень высоко почитаемый. Хуент Хиен Чанву. Его бронзовая статуя установлена в храме Куант Хань. Перед ней молятся, а ступню скоро затрут до дыр. Говорят, прикосновение к ней приносит удачу. В XI веке на высокой деревянной свае посреди маленького пруда установили храм с золотой статуей богини Милосердия. Пагода на одном столбе благополучно простояла до середины прошлого века. Но в 1954 году ее сожгли французские колонизаторы. Уж очень горевали, что приходится им уходить из Ханое. Позднее вьетнамцы восстановили уникальный храм. Но уже не на деревянном, а на бетонном основании. Вклад колонизаторов в духовную жизнь Вьетнама не ограничивается уничтожением пагоды на одном столбе. Французские миссионеры всячески старались приобщить вьетнамцев к истинной вере. Зримым свидетельством их усилий служит сохранившийся до наших дней католический собор. История Вьетнама – это история борьбы с захватчиками. В первую очередь с китайцами. 19-е и 20-е века принесли некое разнообразие во вьетнамскую историю. Стали воевать уже не с китайцами, а с европейцами и между собой. Страна разделилась на коммунистический север и антикоммунистический юг. Стычки между ними переросли в войну. В нее тут же втянулись СССР и США. Военный музей Ханоя по большей части посвящен истории именно этой вьетнамской войны. Выняли личную башню, из которой открывается вид на военный музей. Всякие танки, самолеты и другая техника во времен Вьетнамской войны. Музейный двор загроможден образцами американской и советской военной техники. Шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на самолет, вертолет или бронетранспортер. Хо Ши Мина, под руководством которого северо-вьетнамские коммунисты победили в войне против Южного Вьетнама, после смерти поместили в Мавзолей. Перед ним учредили пост номер один и выставили почетный караул. В Ханои закончилось путешествие по северному Вьетнаму. Валерий и Светлана рано утром отправляются в аэропорт, чтобы улететь в Бангкок. А из бангкокского аэропорта они спешат на остров Ко Чанг, чтобы уже вечером того же дня попасть на пляж. В сезон дождей купаться в море опасно. Здесь образуются стоячие волны и сильное течение. Редко кто отваживается зайти в море глубже, чем по колено. Остается только целый день плескаться в бассейне. Или отправиться на экскурсию вглубь острова. Поселения есть только на узкой прибрежной кромке земли. А центральная часть острова Ко Чанг – это сплошные леса и скалы. Здесь много водопадов. Самый большой из них – водопад Клонг-Плиу, расположенный в глубине национального парка. С наступлением вечера туристы тянутся на пляж. Здесь открываются уютные ресторанчики с блюдами из свежайших морепродуктов. Начинаются выступления жонглеров. Путешествие по Индокитаю подходит к концу там же, где и начиналось три недели назад – в Бангкоке. Зоопарк создан в 1939 году в личном парке короля Рамы Пятого. Здесь собраны все маломальски известные широкой публике животные. Наибольший интерес, конечно, привлекают самые крупные из них. В зоопарке приятно просто отдохнуть, прогуляться по аллеям, полюбоваться цветными рыбами в пруду, поплавать на лодке по озеру. Река Чаупрая вот-вот выйдет из берегов. Но это не повод расстраиваться. Сезон дождей не мешает и не может помешать ни путешественникам, ни любителям активного образа жизни. Заканчивается очередное путешествие в рамках проекта «Мир без виз». Впереди поездки на Балканы и в Иран. В Турцию и на Кипр. По безвизовым для россиян странам. Продолжение следует...